Теперь следующий вопрос. Тоже он идёт о оплодотворении, о эко-донорских клетках. И вот вопрос, насколько донорство яйцеклеток является безопасным для донора? И он созвучен из вопросов о том, значит, следующий вопрос идёт о последствиях процедуры ЭКО. Так вот, донорство яйцеклеток, что оно собой представляет? Донорство яйцеклеток, это когда получают яйцеклетки для использования, скажем, у какой-то женщины, потому что не все женщины могут иметь потомство благодаря своим яйцеклеткам, и это особенно связано с возрастом, скажем, после 29 лет, очень тяжело получить собственные яйцеклетки полноценные для ЭКО. Поэтому предлагают донорские яйцеклетки, взятые у молодых женщин в основном 25-30 лет чаще всего. Но фактически даже за взятие яйцеклеток у той же женщины для собственного ЭКО, то есть собственных яйцеклеток, процедура одна и та же. То есть что проводят, скажем, у женщины для того, чтобы сделать у неё сразу ЭКО, или для того, чтобы потом кому-то отдать эти яйцеклетки, процедура взятия яйцеклеток одна и та же. И фактически вот с чем мы сталкиваемся, вот с чем сталкивается женщина, когда она, ну, для того, чтобы получить вот эти яйцеклетки. Ну, во-первых, это первое, что это гормональная стимуляция. И гормональная стимуляция сопровождается побочными эффектами. И самый распространённый – это синдром гиперстимулированных яичников, кстати, который может закончиться смертельным исходом. То есть есть случаи смертельного исхода гиперстимуляции. Чаще всего синдром гиперстимулированных яичников у молодых женщин. У них как бы реакция на индукцию эволюции сильнее. И наоборот, чем старше женщина, тем, конечно, получить такой синдром сложнее, потому что и реакция яичников обычно на стимуляции слабее. Вот теперь, значит, встречается он приблизительно в, ну, так, в 13 женщин на тысячи. Вот, и требует, значит, у, может, даже чаще, и требует у некоторых женщин госпитализации. То есть действительно лечение в больнице. Теперь следующий этап, вот когда стимулируют яичники, их нужно получить вот эту яйцеклетку. Значит, нужно провести прокол. Проводят, в основном, через заднюю стенку влагалища. Добраться до яичника, взять вот эти, значит, яйцеклетки. И с чем это связано? Ну, во-первых, чтобы даже вот прокол влагалище, значит, и взятие клеток связано с возможным повреждением всех прилегающих органов. И чаще всего это мочеточник, потому что он очень близко лежит к яичнику. Это может быть повреждение подошных артерий, то есть вызов кровотечения. Это может быть повреждение кишечника, мочевого пузыря. То есть могут быть различные вот эти повреждения сосудов, лифососудов. То есть на самом деле повреждений может быть множество. И вторая, значит, проблема, которая связана вот с повреждением, не с повреждением, а с проколом, это инфекция, потому что может быть инфицировано. То есть это привести к воспалению, значит, брюшной обрушения. Перитониты, это, ну, скажем, это нечасто, но это явление, которое встречается после взятия вот яйцеклеток в подготовке кеков, например. И воспаление яичников, маточных труб – это, значит, частое явление. Теперь самые частые, скажем, осложнения – это влагалищные кровотечения, потому что повреждаются сосуды того же влагалища, заднего сфора. Это самое частое – это боль. Боль очень часто возникает, значит, при… Болевой синдром при взятии яйцеклеток. И теперь, значит, фактически боль возникает почти в 1% женщин. И ещё один, значит, аспект, который нужно учитывать – это осложнение в результате обезболия, анестезии. Чаще всего взятие донорских яйцеклеток, вообще яйцеклеток проводится под общей анестезией. И вот даже отсюда вытекают все другие осложнения, которые связаны как раз с применением анестезии. Я не буду, значит, как бы распыляться именно на проблемы с анестезией, но чаще всего используют спинальную, например, анестезию. Очень редко другие виды. И отсюда нужно открыть, как говорится, почитать хотя бы осложнение такого вида обезболия. Теперь это как бы кратковременно. Ещё существуют длительные последствия. Длительные последствия связаны, опять же, с повреждением органов, и в том числе яичника. И вот что самое интересное нашли, что очень часто после прокола яичника, особенно после многоразовых вот таких проколов яичника, если нужно получить, ну не удается получить, скажем, за первым разом, и доноса проводят несколько раз. Значит, что оказалось, что ткань яичника начинает вырабатывать антитела. И вот, скажем, для женщины, ну, скажем, которая не будет проходить через эко, просто она является донором, вот такой уровень антител тканей яичника, возможно, он не настолько опасен. И эта тема ещё не изучена детально. В принципе, может ли антитела повредить ткань яичника и потом привести к истощению и отмиранию именно пазик? А могут, но даже могут не только потому, что есть антитела, а может быть ранняя менопауза после запроскопии или после вот взятия клеток после индукции. Она связана чаще всего с повреждением как раз вот этой иннервации и кровоснабжения яичника. Поэтому тоже, значит, уровень риска ранняей менопаузы всё-таки повышается. Я читала недавно публикации некоторых московских врачей, что типа это миф, что индукция не приводит к истощению яичника резерва и ранней менопаузы. Это не миф. Это действительно существуют данные, это не миф, потому что даже тот факт, что взятие вот яйцеклеток и травма яичника, это сам по себе уже факт риска по возможному развитию недостаточно яичника и недостаточно и ранней менопаузы. Теперь в отношении вот как раз этих антител, значит, их роль, скажем, для женщины, если она не идёт через ЭКО, неизвестно до сих пор. Однако, что самое интересное, что вот женщины, которые проходят через ЭКО, то есть у них получают свои яйцеклетки, оказалось, что уровень ЭКО у таких женщин намного ниже. И врачи не знают, проникают ли вот эти антитела в яйцеклетку и дальше, так сказать, урушают качество эмбриона после зачатия. То есть вот как раз роль этих именно механизмов воздействия антител у женщин, которые идут через ЭКО, никто не знает. Это всё ещё изучается. Но факт есть, что у женщин, которые, значит, проходят через вот эти заборы, особенно в несколько вот этих заборов яйцеклеток, оказывается, вот эти антитела присутствуют и могут, значит, иметь вот такой негативный эффект на исход ЭКО. Теперь ещё один интересный факт. Оказалось, что вот эти проколы, всё, они связаны с повреждением, конечно, брюшины, появлением незначительного выпада и образованием спай. И вот оказалось, что всё-таки спайчный процесс, он появляется. И вот, значит, смотрите, одной тысячи женщин, значит, одна женщина на тысячу возникает в образовании спай, причём в виде спайчной болезни. И фактически у одной на 200 вот этих женщин требуется потом хирургическое вмешательство для сечения спайек, для вот как раз избавления женщины то ли от болевого синдрома, то ли по другим причинам. Вот поэтому я говорю, что ЭКО-процедура имеет вот такие в ней взятия вот донорских яйцеклеток. Следующий вопрос, например, можно ли отдать все яйцеклетки, чтобы избежать контрацепции? Конечно же, ну невозможно, лучше просто удалить яичник, извините, чем забрать все яйцеклетки, потому что, в принципе, только определённая часть яйцеклеток, скажем, в нормальном цикле, рост начинает приблизительно с 70 фолликулов, пока один через 3-6 месяцев не превратится в один, так как зрелый яйцеклеток. При индукции большее количество фолликулов начинает рост и, конечно же, получает от 8 до 15 яйцеклеток. У молодых женщин в основном, в том числе с целью донорства. Но сам по себе вот донорство и частые вот эти индукции, они, конечно, могут и привести к тому, что может быть яичников недостаточно, ранняя именно пауза, в дальнейшем может ли быть дисплодие. Теоретически, да, практически этот вопрос не изучен. Но в целом, значит, избежать, вот забрать все яйцеклетки, их невозможно, это значит, просто нужно забрать весь яичник. Вот и говорится, все дела.